Что я могу сейчас сделать? У меня есть точка В, у меня есть точка О. Здесь какой-то угол поворота, угол альфа. Здесь есть какой-то другой угол поворота, он там был обозначен буквой В. Итак, смотрите, что я хочу сделать. Я хочу, чтобы сначала поворачивали вокруг точки О на угол альфа. А потом поворачивали вокруг точки В на угол П. Так, господа, сначала я напишу такую вещь. Пусть альфа плюс бета, это не есть кратное 360 градусов. То есть ноты не делятся, и сделаю такую штуку. Проведу отрезок ПО, ну или прибую ПО, если хотите. И отложу от нее углы по бета пополам. Я отложил, поставлю здесь точку. Здесь будет точка К, здесь будет точка Л. Господа, обратите, пожалуйста, внимание, каким свойством обладает точка К под действием точка Л. При повороте вокруг точки О на угол альфа переводится в точку К. Точка Л переводится в точку К, потому что это альфа. А точка К при повороте вокруг точки П на угол бета возвращается в точку Л. Это то, что называют неподвижная точка для образования. Когда вы сначала делаете поворот вокруг О, точка Л переводится в К. Делаете потом поворот вокруг П, возвращается в точку. Ребята, настоящий ответ такой, вот эта композиция. Это и есть поворот вокруг Л на угол альфа. И я сейчас легко это вам докажу. Вы помните, что композиция, давайте эту картинку еще раз покажу. Если есть две клевые, и мы делаем сначала М, потом Л, то это получается поворот на какой угол? На два Фи, причем в сторону М к Л. Согласны? Отлично. И идем сюда. Через точку О проходят две прямые. Вот эта одна прямая, горизонтальная прямая. Вот эта прямая и две прямые. Если я сначала делаю относительно прямой ОЛ, а потом делаю относительно прямой ОВ, то это то же самое, чтобы вернуть вокруг точки О на угол альфа. Просто возьмите какую-нибудь точку. Например, возьмите ту же самую точку Л. Сначала она осталась на месте, под действием сметрии относительно прямой ОЛ, а потом она отразилась в точку К. То есть повернулась на уол альфа. Все как надо. Вот. Замечательно. Теперь я перехожу к точке П. Ребята, в точке В есть тоже две прямые под углом В напополам. Вот эти две прямые. Одна вот такая, а другая такая. Пишу. Если взять симметрию относительно ОП и симметрию относительно ПЛ, то это то же самое, что поворот вокруг В на угол В. Давайте посмотрим, понятно это или непонятно. Так, опять беру какую-нибудь понятную точку. Ну, например, я беру точку К. Когда я делаю симметрию относительно прямой ОВ, точка К переходит в точку Л. После этого под действием В и она остается на месте. Отлично. Точка К повернулась как раз на угол В. Все. А вот теперь начали писать. Поворот вокруг В на угол В. В композиции с поворотом вокруг О на угол А. Расписываем там, смотрите. Сначала вот эти две вещи. Кстати, делайте только раз потом. Но пишем их слева. А теперь нужно писать верхнюю строчку. Здесь будет ОВ и здесь будет ОВ. Обратите внимание. Здесь оказалась симметрия относительно ОВ. В композиции с симметрией относительно ОВ. ОВ. На самом деле, за это я все время и борюсь. Они исчерпнут. Потому что два раза сделать симметрию относительно той и той же прямой – это то же самое, что ничего не делать. Господа, а когда вы делаете две осевые симметрии относительно прямых, пересекающихся в точке L, то это как раз и есть поворот вокруг точки L. На что? На удвоенный угол. Возвращаемся к чертежу. Здесь было B в полах, здесь было альфа в полах. Вот этот угол, называется внешнего треугольника, это как раз и есть сумма вот этих вот альфа в полах и B в полах. То есть удвоенный будет как раз альфа в полах. Я успел доказать, что у тебя нет. Я доказывал. Композиция… Нет, у тебя решали, еще не доказали. Но композиция двух осевых симметрий – это поворот. Рассказываю, что нужно для окончательного доказательства теория США. Нужно чуть-чуть еще… Сейчас у меня уже времени нет, я не буду это сейчас делать. Нужно чуть-чуть потратить, что делать, если альф и бета делятся от 60. Тогда ответ – это будет не поворот, а параллельный перенос. То есть чуть-чуть еще потратить силы и доказать такое утверждение. Проект такой. Это уже намного легче, чем то, что я сделал. Потому что основную часть там я сделал. Мы докажем, что если альфа и бета в сумме давали не крат, вот это окажется, то поворот как здесь будет. А если давали, то параллельный перенос. И в результате сумеем доказать такую теорету. любая композиция поворотов и параллельных переносов – это на самом деле поворот и параллельный перенос. А если выполняешь к тому же нечетное количество скользящихся метр, то получается ответ скользящихся метр. А если выполняешь четное количество скользящихся метр – поворот или параллельный перенос. То есть, когда мы делаем композиции всех этих выписанных движений, то у нас ничего кроме них нового не появляется. Вопрос, почему это доказывает теоретический шаг? А потому что, когда у вас есть любое движение, то вы его можете получить в следующем опусе. То есть движение, оно как-то переводит мою вот эту ладонь в эту ладонь. Вы можете одну точку перевести куда бы то ни надо. Это параллельный перенос. Потом вы можете еще одну точку, другую какую-нибудь поставить на место, поворот. Потом, если нужно, вы можете, может быть, уже все встало на место, а может быть, вы сделаете симметрию относительно полученную тревогу. То есть любое перемещение, на самом деле, или параллельный перенос, если у вас все встало, или композиция параллельного переноса и поворота, а это будет более-менее объяснение, почему это будет то же самое, параллельный перенос. Или при необходимости еще осевая симметрия. В общем, разберемся, получится, чтобы теорию ШАЛЬ знаем, любое перемещение плоскости. Вот полный список. Это параллельный перенос, поворот скользящей земли.